Я не подружка, я не родственница, у меня нет каких-то протекций, я просто менеджер. Ну что, господа, мы собрались здесь по поводу... Было принято решение о падении Берлинской стены. Вы присаживаете Кирилл Игорь? Да, да. Ну, в идеале, конечно, если бы вы мне сказали, что любит президент Путин. Как я знаю, он очень... Всеядный. Прибыль составила 29 миллионов рублей. Я считаю, что это вот для такого отеля, с коммерческой точки зрения, это фиаско. А что нужно сделать, чтобы остановиться в президентском номере в президент-отеле? В президентский номер в президент-отеле, конечно... Нельзя останавливаться. Останавливаться в нем можно теоретически. Мы все-таки государственное предприятие, и самая главная задача... Не прибыль. Не прибыль. Всем привет! К вам случится новый выпуск на Страже отелей, и я, Алексей Волов. Сегодня я нахожусь в президент-отеле. Это не просто отель. Во-первых, это ВГУП, федеральное государственное унитарное предприятие. И сегодня мы узнаем, какие возможности это дает, и какие ограничения накладывает этот статус. Во-вторых, в президентском номере этого отеля совершенно точно останавливаются настоящие президенты. Мы увидим этот номер и узнаем, как принимают гостей на самом высоком уровне. И, наконец, главная героиня сегодняшнего выпуска – очаровательная, хрупкая девушка по имени Кира Захарова. Кира Захарова – генеральный директор гостиничного комплекса ВГУП «Президент-отель». Успешный руководитель, заботливая мама и очень красивая женщина. В прошлом – учредитель и руководитель культурно-образовательного центра «Художественная галерея Почерк», организатор международных выставок. С 2015 по 2018 год – генеральный менеджер лучшего бутик-отеля России по версии Russian Hospitality Awards Villa Elena Hotel and Residences. Обладательница диплома МГУ и степени MBA. Реализует стратегию развития первого государственного отеля для первых лиц государства. Слушай, а это так положено или это действительно вдохновляет? Ну, вдохновляет и стимулирует. У меня замечательные два портрета, и они удивительные, потому что всегда глаза Александра Сергеевича Владимира Владимировича смотрят на меня с разным выражением лица. Иногда с укором, а иногда поддерживают. Можешь рассказать немножко о кабинете? Ты же здесь, наверное, проводишь большую часть времени. Большую часть жизни, я бы сказала, Лишь. Я смотрю, у тебя столько телефонов здесь. Это внутренний телефон, это три телефона со специальной связью, да, тоже нашел внутренний, по которым мы связываем с администрацией. То есть снимаешь и сразу... И набираешь специальный номер и получаешь прямое соединение. Конечно. Кир, мы с тобой познакомились пару лет назад. Это было в Крыму, в Ялте, в прекрасном отеле Villa Elena, где ты была генеральным менеджером. Такой отель-дворец, бутик-отель в центральной локации Крыма, на прекрасной набережной. Море, солнце. Я знаю, ты любишь Крым. Что тебя заставило прийти в президент-отель? Ну, Леш, неправильно слово заставило. Это мы сознательно... Как это получилось? Меня пригласили на эту позицию. Я с радостью согласилась, потому что это уникальный объект, очень знаковый для России, для страны. И здесь действительно можно сделать много хороших, по-настоящему ценных вещей. И мой опыт управления пятеркой, да, что такое пятизуточный отель, это не только стены и классный ремонт, это прежде всего сервис. Поэтому здесь у нас большая точка роста, и мы надеемся, что уверены, что мы будем повышать сервис каждым разом. Наши гости будут это ощущать и налаживать все процессы. А кто тебя пригласил? Как это происходило? Сделали предложение. Долгая проверка, от которой я не могла отказаться. Ну, тебя пригласил управляющих делами президента? Ну, я не могу сказать, что лично пригласил. Безусловно, работает система в управлении делами, есть определенные критерии кадрового отбора, ну, и все совпало. Скажи, пожалуйста, где тебе было комфортнее работать? Здесь или в вилле Елена? Ну, это совсем разный опыт, Алексей. Вот знаешь, Алексей, про бывших либо хорошо, либо никак. Поэтому здесь, конечно, есть большие вызовы. Президент отеля действительно интересный. Ну, плюс, несмотря на то, что Крым – это солнце, море, и много всяких плюшек дополнительных, я вернулась домой, Москва – это мой дом. Мне здесь тоже хорошо, комфортно. То время, что я провела в Крыму, я вспоминаю с большой любовью и нежностью, но никак не скучаю по этому времени, потому что мне просто скучать некогда. Ну, и плюс Москва стала такая красивая за это время. Прям такая конфетка. Тебе здесь не было сколько лет? Я 7 лет в Крыму провела. Скажи, пожалуйста, кому ты подчиняешься? У нас есть сейчас, в следующий момент, наш руководитель Александр Сергеевич Колпаков, управляющий делами президента, и структура управления делами предполагает наличие курирующих главков, которые курируют те или иные подведомственные организации. То есть мы называемся именно так, мы подвед. У нас есть главное управление жилищно-бытового обслуживания, ГУЖСБО, которое курирует нас как объект. Крутые названия. Да, такие серьезные аббревиатуры. Ты часто бываешь управлением делами? Конечно. Но ты больше времени проводишь все-таки здесь, в отеле? То есть на операционное управление время не остается? Ну, фактически управление делами – это наш собственник. То есть мы с ним ведем, выстраиваем отношения так, как выстраивает наемный менеджер своим собственником или инвестором. Принцип такой же. А вот расскажи, пожалуйста, тогда, в принципе, о ВГУП, Федеральном государственном монетарном предприятии, как о категории, и какие это особенности накладывает. Чем, грубо говоря, отель, президент отель, как ВГУП отличается от любого другого отеля? Какие есть особенности, специфика, какие возможности это дает и какие ограничения накладывает? Ну, мы государственные монетарные предприятия. Предприятия – это практически та же коммерческая структура. То есть у нас есть цель, мы извлекаем прибыль, мы работаем по принципам рынка. Настоящее коммерческое предприятие. Поэтому все критерии успеха и неуспеха у нас совпадают с бизнесом, с рынком. Но наш собственник – это государство. То есть у нас стопроцентный собственник. Государство и мы владеем и управляем федеральным имуществом. То есть, конечно, это накладывает определенные ограничения и степень ответственности потери государственных и федеральных денег или, например, частных, ну, в разы, наверное, сильнее. Хотя частный инвестор со мной не согласится, скажет, любые деньги терять сложно. Да, это так. Но есть определенные ограничения, которые устанавливаются законом для того, чтобы снизить риски неправильного управления. То есть это определенные дополнительные отчеты, дополнительные проверки, дополнительные правила управления федеральным имуществом. Так, например, если мы хотим что-то построить или что-то изменить, или делать капитальный ремонт, у нас появляются дополнительные шаги, в отличие от обычного отеля или предприятия. Это вот те же закупки, о которых мы говорили. Закупки, это большой блок, да. Мы работаем сейчас по 223-му федеральному закону, это уже здорово, потому что 44-й, это предыдущий закон, на котором мы работали, он еще жестче регулирует закупки. Но тоже определенные ограничения. То есть такой вот быстрой свободы в принятии решений. Ну, мы захотели, вот у нас есть там свободных денег, 100 миллионов построили, мы, например, какой-то этаж или делали ремонт. Нет, это должно пройти определенный ряд согласований, определенные процессы, это занимает время, безусловно, ну и страхует нас от неправильных решений, и страхует собственника государства. То есть и плюсы, и минусы. Ну, а это круглый зал. Тот самый круглый зал. Вау, слушай, а он на этих, на телевизионной картинке, он гораздо больше кажется. Я имею в виду с точки зрения, так очень, что стены раздвинуты. А где обычно президент сидит? Ну, если происходят какие-то совещания с ее участием? Президенты, а президент это принимающая сторона, они, как правило, сидят по протоколу, спиной к окну и лицом к выходу. Это если какие-то делегации принимают, да, и здесь? Там можно посидеть? Попробуй. Питать в себя. Вот он, тот самый стул. Тот самый стул. Ну что? У нас... Господа, мы собрались здесь по поводу. И вот мероприятия здесь были, которые оставили след в истории. Там, наши страны, миры, не знаю. Были какие-то важные-важные. Например, здесь состоялись основные переговоры, в которых уже было принято решение о падении берлинской стены. Вы присаживайтесь, Кирилл Игоревич. Да, да. Кирилл Игоревич. А еще говорят, что именно здесь, в этом зале, Горбачев объявил впервые для узкого круга, что он уходит с поста президента Советского Союза. И такое тоже историческое решение. Вот этот зал, например, вы можете сдавать, ну не знаю, просто для совещания какой-нибудь компании? Да. Корпоративного какого-то клиента? Или это... Да, то есть можете? Можем. А если вдруг какое-то мероприятие с участием, не знаю, управления делами, министерства, может быть, даже президента, и оно вот в этом зале вдруг, а оно забронировано, он забронирован, этот зал, что будете делать? Переселять гостей. Переселять? Да. Но это же болезненно, наверное, такие случаи были? Да, у нас прописано в контракте. А, то есть это прямо в контракте указано? Это прямо в контракте прописано. В принципе, я думаю, ты согласишься, что президент отеля – это режимный объект. Когда ты захотел с улицы попасть в ресторан, вдруг ваш прекрасный ресторан на 14 этаже с ошеломительным видом, тебя тоже будут проверять. То есть так просто, вот как в любое другое место, ты не попадешь. Ты согласишься с тем, что есть определенная категория людей, которые скажут, махнут рукой, скажут, нет, вот мне это не надо, и пойдут в какое-то другое место. Вот вы считали когда-либо, сколько вы потенциально дохода не получаете из-за вот этого статуса или из-за особенностей тех процедур, которые здесь существуют? Да, это безопасность, понятно, но вот коммерческая сторона… Но это другой рынок, Леша. Понимаешь, это совсем другой рынок. Если говорить про наш режим, условный режим, пропускной, у нас нет режима специального, все-таки я считаю, что это большой плюс, это наше конкурентное преимущество. У нас есть все основания для того, чтобы его соблюдать. Гости, которые приходят к нам, некоторые, да, мы получаем отзывы, вот у нас такой там режим, режимный объект, это неудобно, но значит это не наш гость в этом случае. Потому что да, у нас есть определенные ограничения, и мы с этим работаем, и мы их будем поддерживать дальше. Потому что у нас есть возможность теоретически открыть двери для всех посетителей, но тем самым мы лишимся с нашего основного, условно на нашем языке, говоря, рынка, да, потому что гости предприятия, корпорации, они приезжают сюда вот именно за этим. Конечно, мне бы хотелось, чтобы наш ресторан на 14 этаже прекрасным видом, чтобы в нем было просто потоки людей, оборачиваемых столов там 20 за смену. Конечно, мы очень хотим, но, смотря правде в глаза, так не будет. Семен, очень приятно. Семен, в прошлый раз мы беседовали с Кирой Игоревной о закупках в федеральном законе 223, по-моему, он называется, да? Если есть контракт на помидоры у этого поставщика, ты другого поставщика завести не можешь. То есть, а у тебя завтра мероприятие, и приезжает там первое лицо, и тебе нужны вкусные помидоры, а у него их нет. И что делать? И все. И ты становишься, ну, вообще... Первое лицо ест невкусные помидоры? Да, первое лицо ест невкусные помидоры. Это правда, Леша, больно, если честно. Сегодня мы можем попробовать помидор, тот, который у вас в холодильнике лежит, и на своем опыте убедиться, ну, какой он, этот помидор. Так, вот этот помидор, да, я принес вам в полноценном виде, и уже разрезанном, чтобы вы нас размогли. Ну, то есть, это тот помидор, который используется в отеле, там? Да, в отеле, во всех, на самом деле. Можно попробовать? Конечно. Дружественные страны поставляют нам. Помидоры отличные. И такой помидор у нас круглый год. Да? Супер. Все, тест пройден, помидор огонь. То есть, вы заранее получаете вот некие предпочтения по кухне, да? У нас есть информация, да, что, например, эти люди могут любить, любят, и мы специально делаем под них меню. Можете, я не знаю, вспомнить, вот, что, какие блюда предпочитают первые лица государства на примере какого-либо человека, первого лица, который вам удалось принимать? Ну, в идеале, конечно, если вы мне сказали, что любит президент Путин. Как я знаю, он очень... Всеядный. Всеядный, да, и очень любит мороженое. Мороженое. Да. Это, мне кажется, его, наверное, такое... А президент, не знаю, Зимбабве или другой какой-то, что вот, может, какое-то блюдо особое есть? Вот то, что вы готовите именно в вашем меню, и вот понравилось, и вы знаете, что вот это нужно подавать. Говяжьи щечки. Говяжьи щечки. А кто любит говяжьи щечки? Президент Зимбабве. Серьезно? Да. А можно это блюдо сегодня будет попробовать? Сделаем. Возможно это? Конечно. Супер. Ну, я пробую щечки, которые любят президент. Президент Зимбабве. Что, надо признать, что у президента Зимбабве это очень вкусно. Очень вкусно. Все срочно в ресторан Ассамблее. Пробуем щечки. Говяжьи щечки, которые любят президент Зимбабве. Вы продаетесь на открытом рынке, вас можно забронировать на сайте, там, через booking.com и другие утей. Тем не менее, ты же понимаешь, что вы всегда будете менее конкурентоспособны вот именно на этом рынке. Я не соглашусь с тобой, что это конкурентный недостаток, а наоборот преимущество. Дело в том, что президент отеля это действительно традиционно первый государственный отель, в котором останавливаются первые лица государства. И самая главная задача это так простроить коммуникацию внутри персонала, коммуникации с гостем, так наладить сервис, чтобы вот этот статус и это значение, чтобы оно действительно было не то чтобы поддержано, оно как бы собрано заново и имело очень такую большую весомую ценность и разделялось всеми нашими гостями. То есть это сервис, это репутация, это дополнительные услуги для наших гостей, но безусловно, это прибыль, рентабельность и все другие экономические показатели, которые обычно ставят для GM. Здесь вот я хотел бы сделать небольшую сноску. Мы посмотрели, ну в открытых источниках отчетность с 2011 по 2017 год в отеле, в президент-отеле и выручка вот на протяжении этих лет она падала с 2011 года там порядка 970 миллионов рублей, почти миллиард, до 738 в 2017 году. И прибыль последнего года, 2017, не 2018, когда ты уже здесь была, а год до тебя, 2017, прибыль составила 29 миллионов рублей. Я считаю, что это вот для такого отеля с коммерческой точки зрения это фиаско. Ну 29 миллионов рублей для такого объекта в центре Москвы, который работает не первый год. Да, это же еще и Лось, и Арбат. 4 процента рентабельности это фиаско с коммерческой точки зрения. Ты можешь как-то объяснить, с чем это связано? Два таких больших ограничения. Это первое, стоимость земли очень высокая, на три объекта. И второй момент, это не самое разумное распределение имеющихся площадей, которые, к сожалению, мы быстро не поменяем. То есть на этих 48 тысяч квадратных метров, ну ты понимаешь примерно какая приведенная стоимость по стандартам может быть и сравнить ее с нашей. Здесь вполне можно разместить 450-500 номеров. Это да. Ну вот смотри, в 2017 году, последний год, который работал, когда этот отель работал без тебя, 738 миллионов выручка, 29 прибыль. Ты можешь сейчас, 2000 данные 2018 года еще их нет? Ну потому что еще нет. Ну то есть ты озвучить не можешь. Но эти показатели, как ты сказал, значительно выросли. Правильно я понимаю? Окей, можно тогда сказать, что когда тебя приглашали, тебя приглашали сюда как антикризисного менеджера? Здесь не было кризиса. Самая главная задача... С коммерческой точки зрения я считаю, что это кризис. Мы все-таки государственное предприятие и самая главная задача... Не прибыль. Не прибыль. Самая главная задача обеспечивать прием и размещение официальных делегаций. Мы каждый день получаем распоряжения подписанные очень высокими нашими руководителями, которые говорят, о том, что принять, разместить, накормить. И самая главная задача это обеспечить вот эту часть работы. И для меня, как для руководителя, который всегда руководил коммерческими объектами, это было изначально не совсем понятно. И именно поэтому мои руководители сконцентрировали мое внимание на вот этом векторе. Почему я начала не с прибыли, отвечая на этот вопрос, я начала с сервиса? Потому что это так и есть. Возьмем самое крупное в ГУП в нашей стране. Это, наверное, ты знаешь, Почта России. В 2013 или 2014 году, неважно, на Почту России пришел Дмитрий Страшнов. Ему удалось очень многое поменять в ГУП Почта России. В 2013 году наша Почта России была на, по-моему, 170 месте по международным индексам. И в первом квартале 2017 года показатель мы были уже на, по-моему, шестом или седьмом месте в мире по совокупности показателей. Но, тем не менее, своим Дмитрий Страшнов не стал. Там завели какое-то уголовное дело за премию и так далее. Теперь вопрос. Мне иногда кажется, что на таких позициях не всегда нужны эффективные менеджеры, а скорее нужен свой человек, которому доверяют. Я прав? Если ты посмотришь на то, как меняется состав министров, если посмотришь на наших сенаторов, губернаторов, там не так много своих условно людей. Что значит свой человек? Свой человек для чего? Для каких целей? Когда я пришла сюда, здесь, конечно, были свои сложности, и они остаются сейчас, до сих пор. Моя стратегия была не ломать. Моя стратегия была и остается очень аккуратно изменять, очень аккуратно работать с людьми, очень ценить и сохранять то, что есть. Мне кажется, что мне пока это удается. Конечно, сопротивления много с точки зрения персонала, это чувствуется. Иногда терпение у меня заканчивается. поэтому, возможно, тот пример, который ты приводил, возможно, слишком резкие изменения. Не могу оценить, не могу сказать. Но я, если говорить про меня конкретно, я, наверное, скорее не свой человек. То есть, я не подружка, я не родственница, у меня нет каких-то протекций. Я просто менеджер, который пригласили на это предприятие для того, чтобы сделать его лучше, сделать его более эффективным, повысить сервис. Сколько сейчас в твоем подчинении в президент-отеле, в ГУП президент-отель, я имею в виду, может быть, все три объекта и в частности конкретно этот отель. Сколько человек работает под твоим... В тысячной 390. На момент. Погода? Да. 398. Это в трех отелях? Это в трех отелях. А в президент-отеле конкретно? В президент-отеле примерно 250. И вот сколько команда ближайшая составляет человека? У меня есть так называемый топ-5. Это мои ключевые пятеро менеджеров. Это заместитель по безопасности, заместитель, который возглавляет гостиницу Арбат, он же директор гостиницы Арбат, коммерческий директор, финансовый директор и главный бухгалтер. И сколько из них работал до тебя еще? Апелляционный директор. Только два, двое. это заместитель по безопасности и руководитель гостиницы Арбат. Но в моем прямом подчинении порядка 26 человек. Это многовато. Мы сейчас, я продолжаю укропнять, потому что даже планерка на 26 человек еженедельно превращается в совещание на полдня. Это действительно сложно. Такая ключевая точка. Мы сюда всех гостей приглашаем, потому что все, кто сюда первый раз попадают, открывают для себя Москву по-новому. И наверняка, когда проектировалось здание, его высота, позиция, все было рассчитано до мелочей. Потому что вот если мы сейчас посмотрим по часовой стрелке, вот начиная от Академии наук, мы сразу видим МГУ. Вслед за МГУ мы видим Москва-сити. Да, это уже такой новый формат. И здесь можно видеть Москву, вот как она развивалась. То есть, например, прямо напротив нас, через Москву-реку, Остоженка, Кропоткинская, Старая Москва, затем чуть дальше идет МИД с оставшимися, кстати, двумя зданиями известных отелей московских. Новый Арбат, четыре книжки, и многие гости спрашивают, что же это такое. Москва-сити, и практически все высотки видны. МГУ-МИД на Баррикадной, новая высотка, которую построили на Оружейном, Кремль, понятно, Храм Христа Спасителя, Красный Октябрь, вертолеты, там же вертолетная площадка, то есть, Москва стоит в пробках, и здесь это вообще очень классно видно, когда ты смотришь, и там, Якиманка всегда в пробке. Кстати, по поводу музеона и Третьяковки. У нас, например, для гостей есть такая история, как специальные карточки, которые мы им даем, чтобы они могли без очереди попадать в Третьяковку. Что нужно, чтобы стать сотрудником президента отеля? Желание. Желание побеждать, желание быть героем, совершить какой-то героический подвиг, потому что это про нас. У нас много работы, много таких действительно крутых, важных задач, в которых нужна самоотдача, ринуться вперед, одеть на себя в костюме супергероя, пойти спасать мир. Это про нас. Не нужно иметь родственников ФСБ, МВД, управления делами президента, для того, чтобы сотрудником стать? Нет вообще. Ни одного из моих менеджеров из этих 26 человек нет родственников управления делами, никакой протекции. Ты знаешь, вообще это не принято. Это уже давно кануло в какую-то историю. Я ни разу не получала звонка от своих руководителей или каких-то руководителей смежных главков с просьбой возьмите моего сына, например. И у меня есть, даже если такой звонок поступит, я совершенно спокойно могу отказать. Это нормальное работающее предприятие. Себе прислушиваются? Ну, я имею право отказаться. А все-таки есть какие-то люди, ну, неприкасаемые так называемые, кого-то? Ну, не можешь ты сто процентов в отношении них принимать решения? Ну, нет, наверное, нет, но есть какие-то моральные, да, моменты, которые, ну, я очень хорошо подумала, прежде чем принимать решения в отношении этих людей. Даже если мне не устраивает здесь сейчас его работа. Это люди, долгожители, так называемые, которые очень долго проработали. Сколько процентов таких сотрудников? Вот именно в президент-отеле? Ну, наверное, потому что, что значит долго, то есть мы считаем больше 15 лет и таких сотрудников порядка 90 человек сейчас мы недавно награждали. Ну, мы смотрим все-таки в губ, потому что, ну, от 400. Да, от 400, смотри. Ну, то есть 25 процентов. Да. Я посмотрел отзывы об отеле ну, на TripAdvisor, на Booking.com и, несмотря на то, что очень много, огромное количество положительных отзывов, но, тем не менее, среди небольшого количества негативных, назовем так, с негативным оттенком отзывов, которые есть, я бы их разделил на два типа. Один тип отзывов с негативным оттенком, они касаются в основном вот физического состояния отеля, то есть, имеется в виду стиль 90-х, так называемый, но второй вот тип таких отзывов с негативным оттенком, это как раз касается людей. присутствуют такие слова, как угрюмый, мрачный, где-то даже хамовитый. Ты с этим согласна? Нет, не согласна, конечно. Смотри, Леша, безусловно, если ты будешь читать на букинге отзывы любого отеля, есть какой-то процент отзывов, условно, попали, не на тот персонал, нашла коса на камень. это не про старичков как раз, да, что касается угрюмых, хмурых, ну, дрессируем, нет у нас таких совсем плохих, а если есть, то мы с этим работаем. Вот скажи, в президент отеле как обстоят работы именно с мозгами сотрудников, с отношением к делу, с там, некими, выработкой неких, не знаю, принципов, если угодно, отношения к другу, в команде, в бизнесе и так далее, ведь это очень-очень-очень тяжелая работа, я по себе это знаю, и если это корпоративная культура есть, в чем она заключается? Ну, смотри, здесь в президент отеле была такая, ну, это у нас вообще, в принципе, длинная история, и такой, скажем так, советский, и период двухтысячных, здесь была такая традиционная советская корпоративная культура, с ней работали, и работали довольно успешно, я, кстати, не считаю, что советский опыт, он был каким-то там, ну, другим, ну, неподходящим, он был просто другим, подходящим тому времени, и потом был какое-то, ну, длительное время, довольно был разрыв, когда вообще, ну, у меня такое ощущение, людьми не занимались, безусловно, что-то там происходило, ну, я беседую с долгожителями с нашими, и понимаю, что не было, ну, или очень редко были какие-то мероприятия проводились, но не было объединяющих инструментов, и первым делом, первым мероприятием, которое я провела, я пришла в марте, я провела в апреле первое общее собрание с персоналом, это было первое собрание за долгие годы, когда вообще людей собрали вместе, и рассказал им руководитель со сцены для всех, о том, что он будет делать, как это будет проходить, какие сложности, принципы, сейчас мы собрание такие проводим ежеквартально, и у меня принцип принц, вообще, в принципе, принцип открытого руководства, и здесь это, ну, скажем, новинку, очень, ну, сотрудники очень отзываются, это хорошо, да, это такое первое направление, и следующим этапом мы провели стратегическую сессию в феврале этого года, мы отработали всю стратегию на три года, вот уже в этом году, в прошлом месяце, на 19-й год мы сделали всю стратегию, ну, кроме стратегии мы отработали и разработали уже не просто я написала, а сделали корпоративно миссию, видение и ценности, сейчас мы эти ценности и видение и миссию каскадируем все вниз, соответственно, до самой... А какие они? можешь озвучить? Ну, мы сейчас находимся еще в процессе до вычищения, поэтому не хотелось бы раньше... Дальше мы работаем над, скажем так, сплочением. У нас есть профессиональная организация, она в последний период времени жила отдельно, а все остальное жило отдельно. Сейчас мы немножечко, но не то чтобы сращиваем менеджменты и профсоюз, но в едином направлении работаем. И наша задача, как ни странно, да, больше в профсоюз людей пригласить, с тем, чтобы... Ну, профсоюзная организация, она же будет активный, хороший инструмент для управления этой корпоративной культурой. Мы уже делаем совместные поездки, мы делаем корпоративы, мы делаем мероприятия для семей, мы много чего уже делаем и будем делать в дальнейшем. У нас запланируем family day для всех сотрудников, это уже не профсоюзная история, это уже наша корпоративная, субботник, вот в апреле мы его делать будем, будем убирать лось. Мы сейчас формируем клубы по интересам, то есть там книжный клуб, клуб игры в мафию. И ко всем этим плюшкам нашим корпоративным добавляется еще и контроль очень жесткий. Вот люди, к этому не очень привыкли, им, конечно, не очень нравится, но без контроля это все работать не будет, потому что с одной стороны... Ужесточение контроля со стороны менеджмента. А ты как руководитель, правильно я понимаю, ты где-то уже проскочил в разговоре, ты демократичный руководитель, то есть демократия это твой стиль. Я не демократичный руководитель, хотя у меня есть правило такое, я не, скажем так, казню линейный персонал, то есть я никогда не буду устраивать там публичные казни или выговоры или какие-то там выяснения отношений с линейкой, ну или со средним звеном. У меня есть руководители, я влияю только на них. То есть если, например, у меня официант неподобающим образом одет, я ему не буду делать замечания. Ну я могу сказать, пойди переоденься, но у меня не будет никаких последствий. А для руководителя будут. Я не верю в то, что коллегиальное решение это правильное решение. Я всегда ставлю особое право по именинадь решения самостоятельно с учетом своего опыта, потому что это моя ответственность, да, и я очень жестко отношусь к реализации своих решений и выполнию задач. А что ты делаешь, если твои поручения тем не менее не исполняются? Ну мы же государственное предприятие. У нас же все белое, все красивое. У нас полностью плачутся зарплаты. Мы не можем так в один момент уволить человека. У нас есть определенные процедуры, письменные предупреждения, выговор, строгий выговор, увольнение. Ты знаешь, хороший инструмент. В бизнесе мы как-то относимся к таким бумажкам, ну свысока, ну почему же, у нас же все люди, мы поговорим и все-все поймут. А что, если сотрудник не согласен с твоим решением и проработав 15 лет здесь, считает, что имеет полное право написать управляющие делами президента или кому-то еще? Пишут? Пишут. Ну то есть, это же инструмент для них. Ну работай правильно, как руководитель, не совершай ошибок, будь справедливым, честным, взвешивай, принимай взвешенные решения. И тогда, да, пишут. Безусловно, у нас трудовое право, все построено. Это не удлиняет весь этот процесс, когда вот, ну все понятно и решение очевидно? Удлиняет. Но это запускает определенный, конечно, механизм, досадно, и управляющий делами занимается этим вопросом. То есть, горячая линия некая существует? Безусловно. Безусловно. Но, опять же, если ты как руководитель делаешь все правильно, если ты не принимаешь эмоционально-спонтанных решений, если ты уважаешь людей вообще как людей и делаешь все по совести и по закону, никаких проблем у тебя быть не может. Делать, действуй, увольнять у нас есть возможность. Говорят, в государственном предприятии невозможно уволиться. Возможно. Трижды постучим. Вдруг президенты какие-то живут. Вау. Президентский номер. 187 квадратных метров с отдельным лифтом, который ведет именно на этот этаж со специальной зоны. Два входа и выхода, соответственно. Очень комфортный. Один из гостевых санузлов. Небольшой кабинет, но уютный, тоже очень светлый. Да, основная спальня, где останавливались многие президенты. И Уга Чавес, и генеральный секретарь Китая, генеральный секретарь Вьетнама, президент Сербии, а также звезды. Ну, Ричард Гир, например, тоже останавливался в этом номере. Они все вот на этой постели спали? А можно я снова впитаю энергию? Давай, раз за три. А, президенты! Для того, чтобы совершить великие дела. Кстати, а что нужно сделать, чтобы остановиться в президентском номере в президент-отеле? А в президентский номер в президент-отеле, конечно, останавливаться в нем можно теоретически, но только тогда, когда здесь не останавливаются президенты. Ну, то есть, просто забронировать номер на booking.com или на сайте? Нельзя, да? Закрыти продажи, да. Друзья, если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк под этим видео. И еще мы объявляем конкурс. Тот из вас, кто первый в комментарии под этим видео назовет имя человека, президента страны, который жил в президент-отеле дольше всего, получит бесплатно одну ночь проживания в том самом номере, в котором этот человек жил. Итак, назовите имя президента, который жил в президент-отеле дольше других. Также под этим видео вы можете найти ссылку на инстаграм президента отеля и я призываю вас подписаться на наш канал, отметить колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых интервью и новых встречах с успешными отельерами современности. С вами был Алексей Волов и канал На Страже Отелей. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»